С вами Игорь Коваленко и сегодня мы узнаем, как сделать черно-белые фотографии и в тот же момент, как сделать так, чтобы определенная фотка была какого-то определенного цвета, который нам нужен. Например, если мы хотим сохранить цвет волос или еще чего-то на черно-белом фоне. В первую очередь, чтобы делать черно-белые фотографии, нужно выбрать black and white. Мы видим, что фотка становится автоматически черной и белой. Дальше мы делаем, что мы выбираем этот black and white, нажимаем букву купи и нажимаем на x, то есть будет белый или этот. И мы видим, что когда белый ничего не происходит, когда я нажимаю на черный, происходит то, что я могу возвращать какие-то цвета обратно на место. Ну понятно, что мне так не устраивает, но я могу, к примеру, применить это тому, что вот этот красный элемент, он возвратится цвет к нему. Сейчас мы применим его, и мы видим, что оно возвращается, то есть можно применить ко всему красный цвет, чтобы у хрюшки был. К примеру, мы можем так сделать, что x мы опять нажимаем x и уменьшаем через брошку. И мы видим, что черно-белый цвет, он возвращается к тому цвету, который был предыдущий перед этим. И мы можем так вот регулировать тот фон, который нам нужен. То есть мы можем абсолютно с фотошопом делать все. То есть мы можем делать так, что у свинки, по примеру, будет красная одежда, а в остальном, к примеру, будет все черно-белое. Коммон 0, нажимаем, просмотрим, и мы видим, что в принципе тело красное, все остальное черно-белое. То есть понятно, что тут какие-то надо кое-какие косяки убрать, то есть убираю, чтобы зашло. То есть надо делать максимально качественно, хорошо, потом мы опять уменьшаем эту браштул, и мы можем, видите, убернуть. То есть вот эти состояния какие-то, потом опять X нажимаем, удаляем то, что не хочем, чтобы не было черно-белым. Опять делаем так. Дальше вот так вот делаем, и мы видим, что практически все стало красным и красивым, достаточно красивым. Вот, и мы, получается, вернули красный цвет одежды. Так, тут еще есть какие-то моменты, которые надо вернуть красный, чтобы вообще было четко красное видно. Мы можем, к примеру, дальше убрать по пальцу, чтобы он не попадало. Так, и мы вот вернули красную одежду без всяких абсолютно проблем. То есть, ну, мы видим, тут еще надо это черно-белым сделать, чтобы ничего абсолютно не мешало. Сейчас я возвращаю обратно. Так, 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 так. Вот. Мы вернули, в общем. И все, теперь черно-белый, но за исключением вот этой поросенка. Теперь нажимаем Common Shift G. Сохраняем, извините, Common Alt Shift S. Мы сохраним это в JPEG, Maximum Safe. И рабочий стол, к примеру, сохраняем там ZZZ. Пускай будет, без разницы, как проект называется. То есть, это просто в целях учебы. И мы смотрим, как оно выглядит. То есть, мы видим, что все черно-белое, но хрюшка имеет красный цвет. Это достаточно такой интересный метод для оставления цвета и делания черно-белого цвета фона. Ну, всего того, точнее, объекта. И так же самое часто профессионалы будут делать так, что они возвращают цвет губ, цвет глаз делают определенным синим цветом. Поэтому это достаточно интересно и прикольно. Поэтому с вами был Игорь Коваленко. Мы дальше будем еще какие-то записывать уроки. Поэтому оставайтесь. Будет в дальнейшем достаточно интересно. Всем пока!